Всем добрый день, мои хорошие! Так как я докупила еще немного луковичных, взяла семена, покупала их в маяке. Предыдущие семена брала в маяке на театральной. Вот эти семена я взяла в маяке на Загородный, город Благовещенск. Там и там были луковичные, но сейчас, знаете, я сейчас не могу сказать, наверное, уже пионов нету, потому что женщина написала в группу, говорит, когда привезут еще пионы. Но пока вот ничего не пишут, наверное, даже уже и не будет, потому что там же сезон. Вот, кто не успел, кто не успел купить, очень, конечно, плохо, если вы хотели купить и не успели. Ну, возможно, может, еще и привезут, еще пока неизвестно. Я очень жду розы, потому что кто-то говорил, что розы привозят. Возможно, они уже были, я об этом не знала, может быть, только привезут. Ну, давайте смотреть, что я докупила. Так, докупила вот такой вот пион, смотрите, какой красивый. Я в предыдущий раз, когда вот ходила, хотела его взять, но посмотрела два одинаковых цвета. Единственное, различается форма цветка. Была у меня такая форма, знаете, как махровый такой цветочек был. Вот этот более пионовидный, такой аккуратный. Ну, более как-то на розочку похож, вот такой вот красивый. Но тот предыдущий тоже красивый, но вот именно форма цветка у них различается. И сорта у них тоже разные. Это, видите, пион травянистый Карл Разенфельд. Вот такой. Еще мне что очень нравится, у них, смотрите, уже вон росточки появляются. Вот такие вот росточки. И это уже знак того, то, что корень живой, и что должен он вырасти. Смотрите, какой у меня тут медвежонок, левин медвежонок. Так, дальше какой вот. Взяла я вот такой. Очень долго думала, так как у мамы лилейники есть. У нее, по-моему, один или два вида. Оранжевый точно есть. Он растет такой, знаете, кочкой прям. Кочкой и вот такие вот цветы. И я вот все смотрела, он мне вроде и нравится. И будет ли это красиво. Ну, в общем, я думаю, что будет все-таки красиво. Потому что любой цветок, он всегда будет радовать душу. Будет согревать. И поэтому мне кажется, что все-таки вот. Все-таки будет он очень красивый. Это лилейник двухцветный. Вот такой вот интересный, такой красивый. Здесь, видите, он уже тоже растет. Я уже прям жду, когда я буду их садить. Прям очень хочется скорее посадить. Вот такой вот лилейник тоже думала. Думала, он мне понравился. Он такой яркий. Вот такой красивый. В общем, взяла вот такой лилейник. Называется красный. Ого, смотрите сколько. Ого. Ой, какой тут большой прям. Ой, большой. Надо что-то с ним делать. Я не знаю, его или пересаживать куда-то в какой-то кашпо и ждать потепления. Ой, не знаю. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 17 число. А я покупала их, я покупала их, наверное, 9-го. 9-го или 10-го числа я их покупала. Точно не помню. Ну, потому что предыдущие я покупала 7-го марта. А вот эти через несколько дней позже я покупала. И вот, смотрите, немножко времени прошло. И там сколько? Неделя где-то, да, наверное. И уже он растет. Те предыдущие еще не смотрела. Не знаю, что там, как происходит вообще, что там растет. Сильно там растут они, не сильно. Надо будет перебрать, посмотреть, что, наверное, придется высадить дома в кашпо пока. А потом уже на грядку. Вот такой красивый пион, смотрите. Там еще был пион нежно-розовый, но у мамы нежно-розовый есть. Я не стала брать. Смотрите, какой красивый. Это называется пион травянистый Барбара. Такой красивый прям. Очень красивый. Такой барбичный, могу сказать. Здесь он тоже, смотрите, вот такой вот росточек у него. Здесь у нас вот такая вот неваляшка душу радует. Душу радует. Она тут с магнитами. Ой. Леве она очень нравится там. Так. Дальше. Вот такая вот лилия Лагибрид Гайд Парк. Вот такая вот. Здесь получается так. Лилия. Здесь два корня. Две луковички. Тоже, видите, тоже растут уже. Ой, прям маленькие мои растут. Оранжевый. Оранжевый у мамы тоже есть вроде бы. Ну, знаете, вот не знаю. Посадим, посмотрим, такой у нее или не такой. Ну, я думаю, если такой, то ничего страшного. Будет еще. Так. Тигридия смесь. В прошлый раз хотела я ее взять, но мне как-то показалось, что я и так уже очень много взяла, поэтому я не стала брать. А сейчас я все-таки ее взяла тигридию. Мне сказали, что это ирис. Вот такое вот. Что-то наподобие ириса. Здесь луковички. Вот такие вот. Вот такие вот луковички. Здесь должно быть семь штук. Вот. Семь луковиц. Так. Фрезия. Фрезия розовая. Я брала какую красную. Красную, желтую. А нет, или белую я брала. Я брала. Блин, я уже не помню. Надо видео пересматривать или просто пакет с луковицами. В общем, взяла розовую еще, потому что розовую у меня нету. Фрезия махровая розовая. Здесь вот такие вот луковички. Очень интересные, кстати. Кстати, очень интересные луковички. Так. Фрезия махровая. Голубая. Голубая махровая. Тоже вот семь луковиц. Так. И взяла, знаете, там были гладиолусы. Были гладиолусы. В общем, взяла я как-то вот попробовать. Гладиолус плам тарт. Здесь сколько у нас? Пять. Так, нет, подождите. Здесь не пять должно быть, наверное. Или пять. Ну, в общем, сколько-то здесь луковиц. Тоже или семь, или шесть луковиц. Шесть луковиц здесь. Вот. Там были разные. Желтые, красные, бордовые. Всякие разные были. Но они были не махровые, а вот такие вот обычные. И я так смотрела, смотрела, смотрела. Думаю, стоит, не стоит. В общем, короче, взяла я вот эту вот гладиолус. Потому что я знаю, что на авито еще гладиолусы продают. В принципе, недорого. Можно будет тоже купить там на авито. Ну, в общем, взяла вот такой вот розовый. Такой вот. Малиновый, наверное. Вот. Вот такие вот, получается, цветы. А взяла, далее... Далее взяла я в маяке вот такую вот штуку. Не знаю, что это такое. Пригодится ли она мне вообще или нет. Если вы такой штукой пользуетесь, скажите, пожалуйста, как пользоваться. Нужна ли она вообще? Помогает ли она или нет? Корнестимулирующее удобрение. Я так понимаю, что она дает для укоренения, в общем, чтобы росло, да? Написано, для рассады черенков, луковицы, саженцев. Вот. Надо, конечно, все это почитать. Корни Макс. Корнестимулирующее удобрение. Ну, в общем, так, чтобы корни, да, наверное, появлялись у растений. Также, наверное, когда вы черенкуете, наверное, можно это что-то добавлять. И корни будут. В общем, садовод, цветовод и агроном с меня пока не очень, потому что я только начинаю. Вот. Мне, конечно, все это очень интересно. И почему я его взяла? Потому что здесь написано Макс. Я брала вот такую вот бегонию. Я ее уже посадила. Здесь было две луковицы. Лев, ты что делаешь? Лев! Ты что, стенку ешь? Вот такую вот бегонию я уже посадила. Здесь было две луковицы. И вот здесь, видите, как идет описание, что с этими луковицами делают. Так. Цветение, посадка. Вот. Для обеззараживания клубней после зимовки их погружают на один час в раствор фунгицида. Фунгицида направления Максим. Комнатной температуры. Максим. Я подумала, что если здесь написано Макс, думаю, ну, может, это и есть Максим. В общем, взяла. Что-то стоило рублей 102 или 120. Не помню точно. В общем, взяла. Потом я зашла в магазин с семенами и говорю, мне нужно удобрение. Говорю. Не удобрение, а вот что-то. Как он тут называется? Что мне нужно фунгицид, говорю, Максим. Она говорит, есть такой. И она мне дает вот такое вот. Стоит рублей 20. Защита цветов и картофеля. Вот такой вот она мне дает Максим. Оказывается, вот это не Максим. Это что-то другое, в общем. Вот. А получается, сначала бегонию мы замачиваем вот в этом растворе. Потом мы ее садим и проливаем вот такой штукой. Вот такой вот. Я брала ее наугад. Вот получается, для бегонии. Бегония это цветущее растение, поэтому брала для цветущих растений. Вот здесь, вот как мне объяснила женщина-продавец, НПК. Эта формула идет для каких, получается, растений. Вот здесь написано. Если смотреть по вот этой вот описанию, здесь написано. Так. Горщики заполняют торфом наполовину клубни, раскладывают на расстоянии 5-8 сантиметров друг от друга и засыпают субстратом на 1-2 высоты клубни. Торф слегка уплотняют и увлажняют раствором полного минерального удобрения НПК. 1-1,5 грамма на 1 литр воды. НПК. Смотрим. Вот так. НПК получается, да, у нас тут. И вообще, как она мне объяснила, что когда на растении на каком-то пишут, что удобряют вот этим вот НПК, то пишут громовку каждого, ну как громовка или как вот концентрат каждой буквы. Видите, Н10, П15, К15. И получается, вот эта Н для чего нужна для активного роста? П нужна для крепких корней. И К15 нужна для обильного цветения. Вот это удобрение нужно для крепких корней в основном, да, оно стимулирует эти вот корни, чтобы были хорошие и обильное цветение. Вот. Для каких-то других растений наоборот, например, активный рост там нужен. Или может быть что-то другое будет написано. В общем, для каждого растения вот эта вот формула будет разная. Вот. И обычно вот в этих инструкциях прописывают, какую формулу нам нужно. Вот в этой инструкции формулы нет. Поэтому я брала, ну, примерно, что мне нужно, да, бегония. Это значит цветок, он цветет, цветущий. Поэтому я брала для обильного цветения. Вот. Ну, в общем, вот обратите вот на это вот внимание. Если будете покупать вот такое удобрение, то обратите внимание вот на эту формулу. Также можно прочитать в интернете про это все. Я, если честно, этого не знала. Это вот мне рассказала женщина-продавец в магазине Дом-дача. Большое ей спасибо, что она мне сказала об этом. Потому что я этого не знала, как бы, да. И я у нее говорю, мне нужна НПК. Она говорит, а громовка какая вот это, да, цифры какие. А их нету. И поэтому пришлось брать наугад. Вот такая вот штука. В итоге, что получилось? Я не проливала, не замачивала бегонию. Я просто посадила ее в землю на одну-вторую, закопала ее в грунт. И все, и жду, и жду всходы. Маленькие почечки появились. Я посадила еще глоксинию. Там тоже маленькие листики такие вот. Я еще пока ничего не проливала, пока просто стоит. Вот буду думать, как мне это все пролить, как все правильно сделать. Пока стоит. Так, дальше. Покажу, какие семена я купила. Взяла вот такие, смотрите, виола. Кстати, вот что-то виолы я не нашла обычную. Обычную смесь я почему-то не нашла. Какие-то вот, знаете, гиганты есть. Они прям такие крупные, вот прям вот такие хорошие крупные цветки. Я их почему-то не нашла в Домдаче. Там что-то очень изменилось. Домдаче был раньше такой большой магазин. Сейчас он прям совсем маленький. Большую часть сделали под маяк. Вот. Ну, в общем, взяла вот такие вот махровые. Вот такие вот красивые. Дай бог зайдут, будут свести и радовать. Так, взяла вот такую вот черную. Что очень интересно, написано. Виола, чистые кристаллы черные. То в описании, вот я тут вырезала, потому что клеила на горшочке. Здесь написано не черные, а голубые, по-моему, кристаллы. Голубые, по-моему. Вот. В общем, очень странно, конечно. На одной стороне одно написано, а на другой стороне другое. Ну, посмотрим, что вырастет. Кстати, всходы, по-моему, один уже появился, всход виолы. Так. Я вам рассказывала, что у меня вот такая вот астра взошла. Говорила, что нежно-розовая. Я забыла. Она нежно-сиреневая, вот с таким вот белым оттенком. Очень нежная, красивая. Вот она у меня взошла. Так. Далее взяла смесь вот такой астры. Астры я очень люблю. Люблю игольчатые, пионовидные. Как-то была голубая астра тоже. Ну, я, получается, ее купила, маме отвезла. Но, не знаю, взошла она у нее, не взошла. Что-то вот мама мне не показывала. Вот такую взяла смесь астры, посеяла. Не хотела брать петунью, потому что мне очень сложно с ней. Но, в итоге, взяла. Смотрите, вот такую вот махровую. Она у меня взошла. Не знаю, выживить нет, потому что у меня всходы всегда появлялись. Но, далее ничего не происходило. Она у меня падала и погибала. Поэтому, вот, не знаю. Ну, пока взошла, радуюсь. Дальше посмотрим. Ну, вот такие вот нежно-красивые цветы махровые. Должны быть. Так, и взяла вот такую вот мелису. Называется мандарин. Знаете, что хочу сказать? Вот цена вот этого вот мандарина, как-то, по-моему, рублей 80 стоит. А может, даже и больше. Я очень удивилась. Думаю, странно. Мелисса такая дорогая. Но она прям такая вот написана прям, она прям такая вкусная должна быть. Не знаю, она, наверное, отличается от нашей обычной садовой. Вот. Ну, посмотрим, что вырастет. Вот. Очень, конечно, хочется, чтобы вкусная выросла. Чтоб на чай ее потом, чтоб можно было дома ее потом расти кустиком. Я очень хочу, чтобы дома было кустик мелисы, мяты. Вот так вот надо, да? Для украшения тортов. Вот. Потом просто в чай положить. Для украшения какого-то салата. В принципе, зелень. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы зелень была всегда на столе. И не покупная, а своя домашняя. Поэтому буду стараться. Возможно, что-то получится. Самое главное, чтобы было место. И вот сейчас я одну очень женщину смотрю, очень такую хорошую женщину. Она любит готовить. Она рассказывает кулинарные какие-то рецепты. И она говорит, что нужно готовить с любовью. Она говорит правильно, потому что даже вот, допустим, вот как по моему опыту, да, если я готовлю, а мне не хочется готовить, получается фигня. Я вам честно скажу, получается фигня. Если у меня нет желания, у меня нет настроения, то получается фигня. Вот. А если у меня есть желание, я хочу готовить, да, у меня прям настроение, прям я хочу что-то вкусное сделать, да, то да, конечно, всё получается. Всё получается очень даже хорошо. Даже я от себя такого не ожидала, а оно взялось и получилось. Вот. Поэтому она говорит правильно. И здесь, наверное, эту фразу надо применять не только к одной готовке, а вообще ко всему. Нужно всё делать с любовью, садить с любовью, радоваться каждому цветочку, каждому всходу, с любовью относиться к людям, потому что сейчас очень много зла, зависти, ненависти, грубости, всего вот этого очень много в мире, поэтому надо как-то с любовью. А знаете, тоже узнал, как сказал один мудрый человек, говорит, любить очень тяжело. Не каждый может любить, чтобы полюбить, нужно научиться любить. Это не очень всё так просто. Там ты сказал, вот я люблю, на самом деле это просто слова, а действительно, которые человек любит, это очень большой, сильный труд любить. Поэтому надо, конечно, любить, заботиться друг о друге. Даже если вы этого человека не знаете, просто знакомый, какой-то посторонний, просто на улице где-то вы увидели с человеком, и если ему нужна какая-то помощь, нужно помочь, что-то подсказать, если спрашивает, подсказать. В общем, надо любить людей, надо любить людей, надо любить животных, надо любить свою семью, любить друг друга, любить цветы, любить животных, любить всё, что вас окружает, и тогда счастье будет в вашем доме. Ну и все, я заканчиваю это видео. Всех целую и обнимаю. Большое спасибо за просмотры. Большое спасибо, что подписываетесь. Я благодарна каждому человечку, который подписался на мой канал. Мне это очень приятно. И я даже, знаете, вроде и видео не выкладываю, а человек раз подписался. И мне так приятно. Думаю, вот я, например, дома чем-то занимаюсь, или просто легла с малышом, отдыхаю, а открываю YouTube, а человек подписался. Думаю, ну как же так, я вот отдыхаю, ничего не делаю. А человек подписался, ну вот как. И для меня такое счастье, такая радость. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо. Всех целую и обнимаю. Хорошего настроения, прекрасного вам дня.